Не могли бы Вы рассказать нам о Вашем видении Украины и России? Каким образом нам добиться решения проблемы? Прежде всего хочу Вас поблагодарить за то, что Вы согласились сегодня вместе с нами поработать, быть модератором нашей встречи. У нас называется форум Санкт-Петербургский международный экономический форум, и мне бы хотелось, чтобы мы сосредоточили свое внимание на проблемах экономики. Хотя я с Вами соглашусь, что без решения ряда международных острых кризисных ситуаций трудно двигаться и в экономической сфере. По поводу событий на Украине мы много раз говорили, и понимаю, что от этого никуда не уйти. Но, знаете, мы все время то Украину, то по Украине говорим, то несколько лет назад говорили по кризису, скажем, в Ираке, то еще в каких-то странах. Мы говорим о том, что уже произошло, но никогда не говорим, почему это произошло. Если уж Вы хотите поговорить на эту тему, что, видимо, важно, то мне бы хотелось все-таки начать именно с этого момента. Почему мы подошли к этому кризису на Украине? Я глубоко убежден, что после того, как так называемая биполярная система прекратила свое существование, после того, как исчез политическая карта Советский Союз, некоторые наши партнеры на Западе, в том числе и прежде всего, конечно, Соединенные Штаты, они оказались в состоянии какой-то эйфории. И вместо того, чтобы выстраивать в новой ситуации добрососедские и партнерские отношения, начали осваивать новые, как им показалось, свободные геополитические пространства. Вот отсюда и движение, скажем, Североатлантического блока НАТО на восток, отсюда многие другие вещи. Я все время думал, почему это происходит. И в конечном итоге пришел к выводу, что, видимо, у кого-то из наших партнеров возникла иллюзия, что вот после Второй мировой войны был один миропорядок создан, и тогда это был такой глобальный центр в мире, как Советский Союз, теперь его нет, появился вакуум, и надо его быстренько заполнить. Мне кажется, что это очень ошибочный подход к решению проблем. Вот так и Ирак получили. А мы знаем, что и в Соединенных Штатах сегодня многие считают, что в Ираке были совершены ошибки. В Ираке были совершены ошибки, многие признают, а тем не менее все повторили в Ливии. Добрались теперь до Украины. Не мы являемся первопричиной тех кризисных явлений, которые имеют место быть на Украине. Не нужно было поддерживать, я уже много раз об этом говорил, антигосударственный, антиконституционный переворот и вооруженный захват власти, который привел в конечном итоге к жесткому противостоянию на территории Украины, привел фактически к гражданской войне. Что сегодня нужно сделать, чтобы долго здесь не распространяться на эту тему. Сегодня, безусловно, нужно полностью выполнять договоренности, достигнутые в Минске, в белорусской столице. Хочу ещё раз подчеркнуть, если бы нас что-то не устраивало, мы никогда бы не поставили подпись свою под этим документом. И если уж он состоялся, а мы поставили там свою подпись, мы будем добиваться его полного исполнения. Вместе с тем хочу обратить и ваше внимание, и всех наших партнёров. Мы не можем это сделать в одностороннем порядке. Мы постоянно, каждый день слышим одно и то же, как Мандру повторяет одно и то же, что Россия должна повлиять на Юго-Восток Украины. Мы влияем, но решить эту проблему только с помощью нашего влияния на Юго-Восток невозможно. Нужно влиять и на сегодняшние официальные власти в Киеве. А этого мы сделать не можем. Это та дорога, по которой должны пройти наши западные партнёры, европейцы и американцы. Давайте вместе работать. Что вы хотите от киевского правительства? Что оно должно сделать? Мы ничего не хотим. Народ Украины должен что-то хотеть, чтобы украинское правительство сделало или хотеть, чтобы оно не делало. Мы считаем, что для урегулирования нужно, как я сказал, исполнить Минские соглашения. И ключевой момент здесь, безусловно, это элементы политического урегулирования. Они состоят из нескольких составляющих. Первое – это конституционная реформа. И в Минских соглашениях так прямо про это и написано. С предоставлением автономных, либо, как предпочитают говорить сегодня наши коллеги в Киеве, они говорят о децентрализации власти, пускай по пути децентрализации. Понятно, что это такое. Наши европейские партнёры, французы и немцы расшифровали. Нас это вполне устраивает, так же, как устраивает в целом и представителей Донбасса. Это первое. Второе, что нужно сделать. Нужно распространить принятый ранее закон об особом статусе этих территорий, Луганской и Донецкой непризнанных республик, применить его, начать его применять, этот закон. Он принят, но до сих пор не реализуется. Для этого нужно было принять постановление Верховной Рады, Парламента Украины. И это тоже в Минских соглашениях прописано. Наши друзья в Киеве исполнили формально это решение, но одновременно с принятием постановления Рады об имплементации этого закона, они в сам закон внесли изменения, по-моему, в статью 50-го, которое полностью дезавуировало вот это действие. Ну, это манипуляция, ничего больше. А нужно переходить от манипуляций к практической работе. Третье, что нужно сделать. Нужно принять закон об амнистии. Невозможно вести политический диалог с теми людьми, которые находятся под угрозой уголовного преследования. Но, наконец, нужно принять закон о муниципальных выборах на этих территориях и осуществить эти выборы. Но всё это, и в Минских соглашениях это прописано, обращаю на это ваше особое внимание. Всё должно быть сделано по согласованию с Донецком и Луганском. Никакого прямого диалога, к сожалению, мы до сих пор не видим. Есть только намётки того, что он начинается. Но прошло уже слишком много времени от того, как Минские соглашения были подписаны. Сейчас нужно, ещё раз повторяю, наладить прямой диалог между Луганском, Донецком и Киевом. Вот чего не хватает. И, наконец, нужно, безусловно, начать экономическую реабилитацию этих территорий. Я уже много раз говорил, хочу повторить. Тезис о том, что у нас нет денег, не работает в данном случае. Если сегодняшние киевские руководители считают, что это территория Украины, что там проживают украинские граждане, которые имеют право на получение, скажем, пособий по инвалидности либо пенсии и заработали их в рамках действующего на Украине законодательства, не могут киевские власти отказываться платить эти пособия. Не имеют права просто. Они нарушают свою собственную конституцию. Вот всё вот это должно быть реализовано, причем не на словах, а на деле, на практике. Как вам известно, Соединенные Штаты Америки считают, что вы вооружаете сепаратистов и что вы поощряете их, используете вооруженные силы России, чтобы подлить масло в огонь этого конфликта. И многие обеспокоены тем, что это может привести к новой холодной войне. Знаете, к холодной войне приводят не локальные конфликты, а глобальные решения. Ну, например, такое, как выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне. Вот это действительно шаг, который толкает всех нас к новому витку вооружения, потому что он меняет глобальную систему безопасности. Что касается региональных конфликтов, то где бы они ни происходили, почему-то противоборствующие стороны всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда где-то находят оружие. И это также справедливо и для восточных регионов Украины. Что бы я хотел сказать? Я хотел бы сказать, что если сегодняшняя ситуация будет решаться политическими средствами, то никакого оружия здесь и не потребуется. Но для этого нужна добрая воля и желание вести прямой диалог. Чего мы не можем, и мы будем этому способствовать, с чем мы никогда не согласимся? С тем, что кто-то, с кем-то, где бы это ни было, будет разговаривать с позицией силы, сначала с помощью полиции или там милиция, что называется, потом с помощью специальных служб, потом с помощью вооруженных сил. Ведь до тех пор, пока подразделения армии и так называемые батальоны, националистические вооруженные формирования не появились на этих территориях, там не было никакого оружия. И не было бы, если бы с самого начала пытались решать вопросы мирными средствами. Оно там появилось только после того, как людей начали убивать с помощью танков, артиллерии, систем залпового огня и авиации. И там появились те, кто сопротивляется. Как только будет предпринята попытка политическими средствами решать вопрос, там и оружия этого не будет. Каковы приемлемые границы для Украины, для России? Какие границы приемлемы для вас? Что вы имеете в виду, когда говорите о границах? Географические границы? Политические границы? О чем идет речь? Политические границы. Что касается сотрудничества, мы всегда говорили и продолжаем это говорить. Здесь нет ничего нового. При всех сложностях сегодняшнего дня я считаю, считал всегда и продолжаю считать, что русские и украинцы – это один народ, один этнос во всяком случае. Со своим, конечно, своеобразием, со своими культурными особенностями, но с общей историей, с общей культурой, с общими духовными корнями. И вот чего бы ни происходило, в конечном итоге Россия и Украина так или иначе обречены на совместное будущее. Мы с самого начала исходили и сейчас исходим из того, что Украина имеет право на собственный выбор и на цивилизационный, и на политический, и на экономический, на какой угодно. Ведь не секрет, мы же все знаем, именно Россия была инициатором фактически дезинтеграции Советского Союза, предоставления суверенитета всем этим странам. С этих пор у нас ничего не изменилось, но и Россию, и Украину, кроме тех связей, о которых я говорил, которые сложились столетиями, связывают совершенно конкретные вещи сегодняшнего дня. Это общая инженерная инфраструктура, общая энергетическая инфраструктура, общая транспортная инфраструктура, общие правила регулирования и так далее, и так далее, и так далее. Но, наконец, нас связывает и возможность говорить на одном языке беспрепятственно. Вот это нас касается, это касается уже Россию и касается наших интересов. Мы всегда исходили из того, что мы будем решать все, даже спорные вопросы, а это естественно, что у соседних возникают какие-то споры, путём переговоров. Но если в этот переговорный процесс включаются третьи игроки, то мы считаем, что они должны учитывать и наши интересы, а не просто ставить нас перед выбором. Вот если вы спрашиваете, на что мы рассчитываем в политическом плане, мы рассчитываем на полноценный, доверительный и равноправный диалог. Многое прочитали о вас и вашей стране. Три компонента. Первое. Вы хотите быть уважаемыми. Второе. Вы хотите вести равные переговоры. Третье. Вероятно, в вашей истории есть ощущение и существует беспокойность в отношении границ и в отношении создания буферной зоны в России. Правильно я понимаю? Буферная зона в России. Буферная зона Украина. Вы понимаете, я всё время это слышу. Россия хочет, чтобы её уважали. А вы не хотите? Кто не хочет? Кто хочет, чтобы кого-то унижали? Странно даже. Вот такая познавка вопроса. Как будто это какой-то, знаете, эксклюзив России для себя требует, чтобы нас уважали. А кому-то приятно, чтобы вы на него плевали, что ли? Значит, ну дело даже не в уважении. Да, дело совершенно не в уважении или отсутствии такового. Дело в том, что мы стремимся к обеспечению своих интересов, не нанося никакого вреда нашим партнёрам. Но мы, естественно, рассчитываем на конструктивный, прямой и содержательный диалог. И когда мы сталкиваемся с отсутствием такого или с нежеланием разговаривать с нами, то это, конечно, вызывает какую-то ответную реакцию. Ну вот смотрите, я сейчас вам расскажу интересную историю. Значит, она касается вот этого так называемого восточного партнёрства, которое продвигают наши коллеги и друзья в Западной Европе. И первая наша реакция была, кстати, это очень активно поддерживается и Соединёнными Штатами, первая наша реакция была на эту практику восточного партнёрства, идею саму, весьма положительная. Почему? Потому что мы исходили из того, что Россия и вот эти восточноевропейские страны, они связаны тысячу нитей между собой, в том числе в области экономики. Это общая норма технического регулирования, как я уже говорил, единой инфраструктуры и так далее, и так далее. И мы исходили из того, что если Европа начнёт сейчас с ними работать и как-то к себе подтаскивать, неизбежно начнётся конструктивный процесс взаимодействия с Россией. И мы будем работать, в чём-то будем спорить, в чём-то соглашаться, нет, но будем выходить на какие-то общие решения, которые позволят нам создавать общее экономическое, а в конце концов и гуманитарно-политическое пространство. Ничего этого, к сожалению, вообще не произошло. Ведь как возник кризис на Украине, с которого вы начали? Значит, Украине предложили подписать договор об ассоциации. Ну, замечательно. Но у нас Украина, как известно, является членом зоны свободной торговли в СНГ, который, кстати, создание которой сама Украина и добивалась. И там масса преференций, масса льгот. Мы с Евросоюзом 17 лет вели переговоры по условиям присоединения к ВТО. Теперь одним разом решили через Украину зайти на территорию Российской Федерации, на таможенную. Ну, разве так делается? А на наш вопрос и наше предложение провести консультации нам ответили – это прямая речь, не ваше дело. Вот так разве решаются вопросы вообще в отношении России в частности? Причём здесь какой-то тезис о пустом уважении. Дело не в уважении, дело в том, что мы хотим, чтобы наши интересы учитывались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Является ли Китай более важным с точки зрения развития отношений в будущем, чем США и Европа? Могло бы ли это привести к каким-то антизападным интеграционным процессам и связям? Антизападным. И антиамериканским. Мы вообще ни с кем, в том числе и с Китаем, а Китай тоже ни с кем, насколько я понимаю китайскую политику, не строит отношения против кого-то. Мы не строим союзов против, мы строим союз за то, чтобы реализовывать свои национальные интересы. И обращаю внимание, вы расширяете Североатлантический блок НАТО. Советского Союза нет, он же ведь создавался как противодействие Советскому Союзу. Советского Союза нет, Варшавского договора нет. А блок НАТО не только существует, но еще и расширяется. Вы это делаете. А мы с Китаем не создаем никаких военных блоков. У нас нет блокового мышления. Мы пытаемся, и насколько я чувствую, у нас это получается. Мы пытаемся и делаем это мыслим глобально, распределяя не только ответственность, но и стремясь найти взаимоприемлемые развязки и компромиссы. Мы никогда не действуем с позиции силы. Мы всегда ищем решения, причем решения в рамках переговорного процесса. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...